МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самых важных и интересных событиях расскажем в эфире городского телеканала ЮТВ. Вы смотрите новости. Меня зовут Анастасия Панина. Здравствуйте. И прямо сейчас главные темы предстоящего выпуска. Более 250 населенных пунктов и 80 тысяч жителей республики могут оказаться в зоне подтопления. В Башкирии будут выдавать государственное разрешение на занятия народной медициной. Летом одновременно планируют ремонтировать 29 участков дорог. И необычный проект. Искусство за колючей проволокой меняет жизнь. Итак, весеннее половодие. И одна из самых обсуждаемых тем последних недель. 258 населенных пунктов Башкирии и 80 тысяч жителей могут оказаться в зоне подтопления. Как пояснили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, это наихудший вариант развития событий. В этом году следить за паводком планируют из космоса, а также с помощью воздушного и наземного патрулирования. В работе задействованы более 7 тысяч человек и свыше полутора тысяч единиц техники. Кроме того, спасатели будут распиливать лед на реке Белой в Карайдыльском, Бирском и Краснокамском районах. Четырежды в сутки будет поступать информация об уровне воды. Добавлю, что по данным агентства Башинформ, за последние пять лет наиболее подтопляемые районы это Белорецкий, Ермякиевский, а также города Октябрьский и Стерлитамак. Тем временем до официального объявления прогноза паводка осталось меньше недели. Сейчас спасатели и специалисты по гражданской защите предупреждают жильцов в зоне подтопления об опасности. Хотя афимцы уже не раз и сами сталкивались со стихией, поэтому готовят лодки заранее. Подробнее Алексей Бычаев. Вот так, первый, второй, третий поворот направо. Основная улица, вот она, Камышкинская. Рейды проводят уже почти месяц, в неделю по несколько раз. Со стихией бороться в большинстве случаев не получается. А вот подготовиться к ней можно. На улицах Ахметовой и Ферганской в Затоне затапливает регулярно. У Наилии Захаровой каждую весну вода во дворе. Она вон там затекает, да, из огородов и как-то вот так вот окружает. У нее дома сын, инвалид первой группы. Наиле предложили на время паводка разместить его в ближайшей больнице. Пока прогноза паводка нет, решила не торопиться. Но вещи уже пора поднимать повыше. Наверх поднимаем, куда повыше. Сейчас племянники вот придут и вот поднимать. Желаю. Два пенсионера. Два пенсионера? Ага. Кого пить? Первые этажи у многих не жилые. С крыльца дома спускаешься и в лодку. На время паводка электричество отключают. Пожарные ищут проблемные дома, с которыми могут возникнуть трудности. Это здесь не редкость. И получается, они там выпили, поставили горелку, вот, и она их обогревала. Горелка, видать, упала, когда они там, и загорелась. И мы вот пожарных вызывали, катер подъезжал, прям сюда тушил. Представляете, воды, кругом вода, и дом сгорел. Две головешки. Пасти не удалось их. Это в обычное время здесь дороги. А в паводок здесь важно якорь не бросать. Жители говорят, что сначала добираются до суши, а потом на автобус. Кто на работу, кто в школу. У кого есть лодки, помогают другим. В тот год автобусы там давали, как могли проезжать. Машины приезжали большие, возили нас. Вот, в магазины, сюда-сюда. Раньше больно хорошо было. Катером подвозили продукты, все, все. А теперь в последние годы уже ничего не возят. Спасатели говорят, что готовят катеры. В проблемных местах перевозить людей будут. Администрации районов организуют пункты временного содержания для тех, кто лишится крова. Масштаб паводка будет известен только 25 марта, после сообщения БАШ-Гидромета. Алексей Бычаев, Алина Таюпова, городской телеканал ЮТВ. Далее к другим темам. В Уфе продолжаются работы по ямочному ремонту. На интерактивную карту запущенную администрацию Уфы в дополнение к плановому ремонту поступило 535 заявок. По 246 из них работы уже выполнены, заявил Ирик Елалов. В работе находится 130 заявок. Еще 105 заявок отклонено. Среди отклоненных повторные заявки по адресам, где ремонт уже был выполнен. А также заявки, поданные без указания места повреждения дорожного полотна и не относящихся к территории города. Я попрошу глав районных администрации лично контролировать процесс ямочного ремонта и не снижать набранных темпов. Также, кроме ямочного временного латания дорожного полотна, летом ожидается ремонт сразу 29 участков дорог. Более половины запланированных к ремонту дорог находятся в северной части Уфы. Если говорить в цифрах, это 55,8% от общего списка. Это позволит существенно улучшить качество дорожной инфраструктуры в городе. Результаты заметит каждый горожанин. Конечно, ожидаются и временные трудности. На некоторых участках будет затруднено движение. Мы со своей стороны примем все необходимые меры, чтобы заблаговременно предупредить горожан о закрытии участков дорог, на ремонт, о возможных объездных путях и изменениях маршрутов. А вот народные целители выйдут из тени. Минздрав в Ашкирии разработал проект предоставления госуслуги по выдаче разрешения на занятия народной медициной. В настоящее время он вынесен на общественное обсуждение. Когда эти правила будут утверждены, пока неизвестно. Как сообщают медиакорсии, для того, чтобы получить лицензию, необходимо предоставить заявление, копию диплома о медицинском образовании и документы, подтверждающие положительные результаты лечения граждан. При этом лицензия не будет распространяться на услуги оккультно-магического характера и религиозной обряды. Разрешение сроком на пять лет будут выдавать специальная комиссия. В документе предусмотрены случаи, когда заявителям могут отказать выдача разрешения. С полным текстом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Республики. Искусство за колючей проволокой меняет жизнь. Под таким девизом в этом году Попечительский совет уголовно-исполнительной системы совместно с Союзом художников и ФСИН России проводит конкурс изобразительного искусства среди осужденных. В нашей Республике отобрано девять работ. С автором одной из них встретилась Алина Таюпова. Грабировкой по стеклу Флорид занимается 10 лет. Хотя рисует с детства. Он самоучка. Рос в Нистекамске. Там и произошел случай, благодаря которому Флорид начал рисовать на стекле. Брат в гости пришел, ливень был. И козырек алюминиевый сорвался. И в машину ему упал на стекло. Сарапин очень сильный был. Я даже не мог ничем убрать его. Разный металл испробовал Флорид. Но получилось рисовать только алюминием и только по мокрому стеклу. Первое, что он изобразил, была его подпись. Хотя сейчас Флорид свои картины не подписывает. И даже названия дает условные. Мечеть Казанская, Башкирская, замок. Работы выполнены с помощью специальной машинки. Первую ему подарили друзья. Вторую по просьбе Флорида собрали в исправительной колонии номер 9. Здесь он отбывает наказание. Алюминиевые стержни Флорид делает сам. Это обыкновенный алюминий. Алюминиевая проволока. Напильником натачиваю на станке. Все готово. Потом рисую. На эту картину около 8 ушло. Флорид рисуют каждый день. Техника тяжелая. Говорит, руки привыкли, но все равно устают. Поэтому иногда он меняет алюминий на масляные краски или карандаш. Но картины на стекле получаются особенными. Чтобы, как говорится, 3D получилось. Я одну птицу с этой стороны стекла рисую. А вторую уже переворачиваю стекло. Под вторую птицу, под первую рисую. Когда уже переворачиваю, перекрашиваю. Вот они как держат. Они как горы за замок ушли. Так она получается. Птица имеет картины. Оживляется она. Но сначала Флорид оживляет картину в своем воображении. Он говорит, что гравировкой по стеклу может заниматься каждый. Достаточно положить рисунок или фотографию под стекло и срисовать. Но в исправительной колонии у Флорида нет ни того, ни другого. Он рисует по памяти. Это рисунок был маленький, замк. Так как его сейчас нет, я его по памяти сделал. Он так копию получил. Мечеть я видел так. Казанская мечеть тоже я в Казани видел. В 19-м году. Солго в этом был. Там в Флориде часто просили нарисовать мечеть Кул-Шариф. А дома он успел создать портреты дочерей, семьи и друзей, которых теперь увидят только через 7 лет. Сейчас они пишут письма и созваниваются. Но их портреты хранятся у него. В памяти. Алина Таюпова, городской телеканал ЮТВ. И в продолжение темы. Рисунок, акварель и масло. Все эти техники живописи представлены на выставке работ башкирского художника Алексея Кузнецова. Подробнее об экспериментах с фактурой, линией и цветом расскажет Катерина Добрынина. Вспомнить художника собрались не только его родственники и друзья. Множество поклонников творчества Алексея Кузнецова приехали специально, чтобы день его 90-летия провести в окружении его работ. Самая известная из них – допрос Салавата. Но большинство других на нее совершенно не похожи. Он писал портреты членов семьи, знакомых и просто интересных ему людей. Как вспоминает сын художника Владимир Кузнецов, его отец особенно любил жителей Бурзянского района. И поэтому их портреты особенные. Искусствоведы говорят, что работа Алексея Кузнецова – это эксперимент. И каждая наполнена размышлениями о жизни, ее смысле и значении. Он экспериментировал с фактурой, он экспериментировал с линией. Его очень интересовал такой декларативный, яркий, напряженный цвет. Вот все это есть на выставке, все это можно увидеть у нас. Прежде всего, гости выставки отметили монументальный стиль работ и иконичность портретов. Серьезные и работа чувствуется, такие серьезные отношения к жизни, ко всему. И как-то пижонства мало. Добрые такие лица, национальный такой колорит. Просто не можешь оторваться. Я потрясен вообще. Любая картина, выполненная в любом жанре, она несет такой большой эмоциональный заряд и энергия. Около каждой картины я прямо много-много-много времени могу стоять. В музее Нестерова выставка продлится до середины апреля. А потом, как планируют ее создатели, переместиться в Челябинск и, возможно, в другие города Урала. Катерина Добрынина, Ильдар Каюмов, городской телеканал ЮТВ. Около 400 спортсменов из 17 городов приехали в Уфу, чтобы принять участие в открытом чемпионате и первенстве Башкортостана под Хэквондо. Победители соревнований попадут в сборную республики и будут представлять регион уже на российском уровне. Руслан Гафуров, тренер Уфимской академии единоборств «Вершина». Сегодня на открытом чемпионате и первенстве республики он представляет своего подопечного, одного из самых юных участников соревнований Амира Габитова. По словам тренера, именно в этом возрасте можно распознать потенциал будущего профессионального тэквондиста. Не все семилетние и восьмилетние готовы к соревнованиям. Только по стремлению, успеху и так далее мы выдвигаем спортсменов на такие региональные соревнования уровни. В Амире есть большой потенциал как хорошего спортсмена, как хорошего человека и послушного в первую очередь, что немаловажно для тренера. На соревнования также приехали спортсмены из Самарской области и Казахстана. Однако именно для башкирских тэквондистов этот чемпионат стал особенно волнительным. Мы проводим сообразный отбор на поездку в Республику Казахстан, на Кубок Азии, где съедутся сильнейшие спортсмены многих стран азиатских. И в том числе и нас пригласили, как Республику Башкорстан, поучаствовать. Вот мы сейчас проводим сообразный отбор. И те, кто займут первые места, они попадают в сборную республики. Для меня важны каждые соревнования, потому что это опыт, это мотивация на более крупные соревнования. Я жду первого места. Я готовилась достаточно долго. Получить опыт, во-первых, что я хочу от соревнований, и главное, чтобы запомнили. Я приехала, чтобы стать чемпионкой Башкирии, потому что это титул, гордость. По итогу чемпионата и первенства Республики Башкортостан, как отмечают судьи, сильнейшими себя проявили спортсмены из Уфы, Благовещенска и Салавата. Анастасия Ходик, Лилия Галямова, городской телеканал ЮТВ. За минувшие сутки на дорогах Республики зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб, 15 получили травмы. Дорожные новости далее. На трассе Уфа-Белорецк Volkswagen совершил наезд на пенсионерку, которая находилась на проезжей части. В результате происшествия 78-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Известно, что пешеход была в темной одежде, без светоотражающих элементов. Пешеходы, вы также являетесь участниками дорожного движения и, как и водители, несете ответственность за выполнение правил дорожного движения. Нарушая правила, вы в первую очередь ставите под угрозу свою жизнь. В каждом выпуске мы просим водителей не превышать скорость. Но низкая скорость все равно не является гарантом безопасности, если вы нарушаете другие правила и банально не смотрите по сторонам при движении. И касается это не только проезда перекрестков. Спуск на проспект Славата-Юлаева с улицы Бокалинской на некоторое время был затруднен из-за аварии. При подъеме с проспекта ВАЗ-2199 по какой-то причине оказался на встречной полосе, где в этот момент спускался в поток автомобилей. На весенней дороге, так же, как и на зимней, будьте особенно осторожны при совершении маневров. С приходом весны у дорожных служб новая проблема. Вместо огромных сугробов снега на дорогах теперь огромные глыбы льда. В первую очередь, как правило, должны очищаться подъезды к образовательным и медицинским учреждениям. Однако на видео в соцсетях показана реальная обстановка около средней школы в Орженикидзевском районе. Вот так вот мы привозим детей в школу номер 85. Тут дети ходят везде. Дороги нет вообще никакой. Не лучше обстоит ситуация и на улице Батырской. А там, как все помнят, вблизи находятся сразу несколько медицинских учреждений. Перинатальный центр, станция переливания крови, роддом номер 4 и, конечно же, больница скорой медицинской помощи. Машина последней и застряла посреди дороги. Спасибо нашим автолюбителям. Не припомним случая в Уфе, когда автомобиль скорой не пропустили на дороге или не бросились на выручку. Вот и в этот раз ВАЗ-14 модели старается вытащить медиков. Трос рвется дважды, но все-таки операция проходит успешно. Водители, будьте внимательны на дороге, не превышайте скорость и уважайте друг друга. Напоминаем, что оценить ситуацию на дорогах в режиме онлайн вы всегда можете на сайте maps.ufanet.ru Почта России перепутал ученого Михаила Гельфанда с Гендельфом из «Властелина колец». Подробнее расскажет наш гость из Сербии Мирко Здравич в своей рубрике «Из России с любовью». Здраво! Не так давно, в канун 8 марта, интернет обсуждал новость о том, что работницы Почты России во Владивостоке пожаловались на корпоративные подарки. Оказалось, что подаренные конфеты были просрочены на месяц. Пользователи тут же начали шутить о том, что, мол, конфеты-то были свежие, просто отправляли их по почте. Наказаний без вины не бывает. Чуть позже следователи возбудили уголовное дело о начислении премий руководителю Почты России Дмитрию Страшнову, который получил 46 миллионов рублей зарплаты в 2014-2015 годах и 82 миллиона премий по итогам 2014-го. Однако сам он стал фигурантом дела лишь косвенно, потому как зарплату начинал себе не он, а директор Департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева. И вот опять Почта России во всех новостных лентах. На этот раз она дала понять, что готова доставлять посылку кому угодно, даже литературному персонажу. В сервисе Почты России по отслеживанию посылок и писем доктора биологических наук биоинформатика Михаила Гельфанда записали как Гэндальфа. Да, того самого мага и чародея Гэндальфа Белого из «Властелина колец». Кольцо теперь твое. Спрячь его подальше. Почта России. Об этом сообщил сам Михаил Гельфанд на своей странице в Facebook. «Ну, наконец-то и документ есть. Не от кого ты там, а от Почты России», – написал ученый. В комментариях Гельфанд добавил, что с его фамилией уже были всякие казусы, хотя и не такие замечательные. Представитель Почты России прокомментировал ситуацию, заявив, что ошибка фамилии не влияет на скорость и качество доставки, если на оболочке посылки указаны правильные данные получателя. Однако пользователи Рунета все же озадачены. Дошло ли письмо от Гэндальфа? «Ты не отойдешь!» Но, кроме шуток, Почта России умеет доставлять. Как минимум удовольствие от новостей. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин спортом, напомню, принять участие в проекте компанию «Фанет Живи» активно могут абсолютно все. 22 марта в 12 дня начнутся занятия у арки любви в парке культуры отдыха Первомайский. В 7 часов вечера активных уфимцев ждут в аллее рядом с дворцом спорта. А в 19.30 тренировки пройдут сразу в трех городских парках – Гафури, Кашкадан и Лесоводов. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и оставайтесь на телеканале ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова